МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О событиях, которые происходили в этот день в разные годы в мире, в России и в нашем крае, расскажет наш ежедневный исторический хронограф. Исторический хронограф Сегодня, 5 апреля, отмечаются День русской нации, праздник талой воды, Международный день супа, в Индии отмечают морской день, в Палестине – День детей, а в Иране – День молодежи. В разные годы истории 5 апреля происходили следующие события. В 1242 году на Чудском озере состоялась битва, вошедшая в историю под названием «Ледовое побоище». Дружина Александра Невского вместе с ополчением Великого Новгорода Владимира и Ижоры разбили вступившее на землю русскую войско рыцарей Ливонского ордена. Победа в «Ледовом побоище» позволила вернуть оккупированные ранее русские земли, в том числе и город Псков, и на несколько лет обеспечила мир на наших западных границах. 5 апреля 1890 года в Санкт-Петербурге родился знаменитый ученый Александр Любящев. С 1950 года по 1972 год Александр Александрович Любящев жил в Ульяновске. При этом с 1950 года по 1955 год возглавлял кафедру зоологии Ульяновского педагогического института, где основал энтомологическую школу и открыл аспирантуру. Опубликовал более 100 научных работ. С 1988 года в Ульяновском государственном педагогическом университете ежегодно проводятся научные чтения памяти Александра Любящева, а в Ульяновском областном краеведческом музее хранится архив ученого. 5 апреля 1899 года вышло в свет первое издание первой книги Владимира Ильича Ульянова-Ленина «Развитие капитализма в России». 5 апреля 1913 года Нильс Бор завершил статью о строении атомов и молекул, давшую начало квантовой теории. В 1943 году в этот день в ходе Великой Отечественной войны в составе 1-й воздушной армии СССР к боевым действиям против нацистской Германии приступила французская эскадрилья «Нормандия». Позже на ее основе был создан французский авиаполк «Нормандия-Неман». 5 апреля 1951 года Верховный суд Соединенных Штатов Америки вынес смертный приговор супругам Джулиусу и Этель Розенбергам, обвиненным в шпионаже в пользу СССР. 5 апреля 1961 года президент Соединенных Штатов Америки Кеннеди санкционировал начало военной операции против Кубы. 5 апреля 1970 года по секретному решению руководства СССР останки Адольфа Гитлера и Евы Браун эксгумированы и уничтожены путем кремации. Тайная операция была выполнена в окрестностях немецкого города Магдебурга. 5 апреля 1977 года с конвейера Волжского автомобильного завода в Тольятти сошел первый автомобиль модели ВАЗ-2121, знаменитая Нива. И 5 апреля 1991 года на военном аэродроме Кубинка в Подмосковье сформирована группа высшего пилотажа «Русские Витязи». Исторический хронограф Специальный репортаж Весна постепенно вступает в свои права и, соответственно, с каждым днем возрастает нагрузка на сотрудников его предприятия. С таких слов начал свое выступление на заседании штаба по комплексному развитию региона директор Ульяновского городского центра по благоустройству и озеленению Геннадий Маргунов. На обслуживании муниципально-бюджетного учреждения городской центр по благоустройству и озеленению города Ульяновска находится 103 объекта общей площадью 400 гектаров. За короткий весенний период нам необходимо как можно быстрее привести в порядок все закрепленные объекты. Мы производим очистку всех закрепленных за нами территорий. Это изгребание листвы, сбор случайного мусора, дальше там идет покраска и ремонт малых архитектурных форм, побелка деревьев, конечно же, производится. На это у нас где-то порядка около месяца, до того момента, когда начинается сокодвижение деревьев и, конечно, основная работа, это начинается уже высадка деревьев. В общей сложности на территории города Ульяновска запланирована высадка 1 тысячи деревьев и 3600 кустарников. На сегодняшний день силами предприятия было обследовано все зеленые зоны вдоль магистральных дорог на предмет снесенных, которые были в предыдущие годы уничтожены деревья, определенный количественный породный состав. Полностью заготовлен необходимый список посадочного материала. Посадочный материал будет заготовлен в собственном питомнике, который имеется на территории города Ульяновска. Посадочный материал с каждым годом высаживаем мы в город декоративно более ценный, так как он уже приобретает среднюю высоту высадки дерева уже более 2,5 метров и с толщиной штамбы уже более 5 сантиметров. Это вот на примере прошлогодней посадки по улице Камышинской. То есть мы видим, что липа уже достойного качества данные деревья им уже не менее 15 лет, которые высаживаются в город Ульяновске. Также за зимний период с годами накапливается на газонах большое количество песко-соляной смеси. Тем самым, конечно, газоны приходят в определенную внегодность. Также силами предприятия ежегодно через муниципальные задания доводится посев газона. Соответственно, в этом году нами будет заменен газон на магистральных улицах города Ульяновская на территории 8468 квадратных метров. Следующий этап, это у нас, конечно, будет православный праздник Пасха. Все-таки, чтобы внести радость нашим горожанам, мы решили в этом году попробовать сделать некую инсталляцию к данному мероприятию и украсить город некими элементами в виде верб. Это деревья наши вкатка, то есть изготавливаем определенные купола. Сейчас вот силами дизайнеры с искусственным цветком православные. Тем самым, мы хотим встретить весну и украсить город. Следующее, это, конечно, 9 мая. В рамках подготовки к празднованию 9 мая в городе расцветут тюльпаны, которые были высажены еще в осенний период, в октябре. Общей площадью 2000 квадратных метров, это 105 тысяч луковиц тюльпанов, 12 сортов различного окраса. Места выбраны праздничные, то есть там, где будут проходить мероприятия, связанные с 9 маем. То есть это и центральный наш бульвар Нововенец, бульвар Гончарова, площадь 30-летия и так далее. Также к 9 мая по погодным условиям высадка однолетних культур, цветов еще не очень комфортно. Однолетние цветы плохо переносят данные погодные условия, но все-таки дань памяти нашему великому празднику, Дню Великой Победы. К 9 мая мы также все-таки однолетними культурами украсим именно праздничные места, где будут проходить мероприятия с участием ветеранов, гостей города Ульяновска. Украшаем инсталляциями в виде победной символики и всевозможные цветники. На сегодняшний день, например, к 9 мая изготавливаем собственными силами инсталляцию арка звезда, которая также будет установлена на площадь 30-летия Победы. Следующим этапом в нашей работе это будет, конечно, открытие пляжного сезона. Это центральный Волжский пляж и два места массы отдыха. Это на Свияге, поселок Борьба, и пляж 40 лет Волк-СМ. Это на Волге. Проводятся аукционные по закупке песка, заключение контрактов на вывоз твердобытовых отходов. Соответственно, к сезону подготовлены будут все бассейны. То есть, к 1 июня пляжному сезону, соответственно, мы готовы уже будем открыть для посетителей. Следующий большой этап, это, конечно, к Дню России. К 12 июня должна закончиться полностью разбивка, высадка наших клумб. В общей сложности мы высаживаем 190 цветников на территории города Ульяновска, площадью 16 075 квадратных метров, что на сегодняшний день составляет примерно около 1 миллиона цветов. Были разработаны все 190 цветников силами предприятия, дизайнерами, соответствующие ландшафтные решения. Определен цветовой состав, количественный состав. Все это дело было уже закуплено в виде семян. И уже идут пассивные работы на тепличном комплексе предприятия. Дальше данные цветы будут высажены на всех наших цветниках. Семена цветов были закуплены еще в прошлом году. Соответственно, конечно, посадочный материал весь голландский. Что касаемо луковичных культур, если мы будем говорить про озеленение уличное, то мы, наверное, найдем альтернативу российскую. Что касаемо цветка, который идет под срезку для тепличного комплекса, тут больше проблем. То есть мы сейчас прорабатываем вопросы уже поставки через соседние страны, такие как Казахстан. То есть на текущий год проблем нет. Весь посадочный материал у нас закуплен. И уже на сегодняшний день он выращивается, то есть ведутся пассивные работы в тепличном комплексе. Что касаемо закупок следующего года, это где-то июль-август месяц уже текущего года. К тому времени уже обстановка как-то должна все равно определиться. И будем определять, где будем это все дело приобретать. По требованию прокуратуры Барышевского района в муниципальном образовании организован отлов безнадзорных животных. С подробностями нас познакомит старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима. Прокуратура Барышевского района Ульяновской области провела проверку в связи с обращением учреждения здравоохранения с укушенной раной ноги малолетнего, подвергшегося нападению со стороны безнадзорной собаки возле средней общеобразовательной школы номер 2 города Барыша. Установлено, что администрация Барышевского района не принимала мер к реализации полномочий по отлову и содержанию животных без владельцев. Скопление стаи бродячих собак создавало угрозу жизни и здоровью граждан, что послужило основанием для внесения прокурорам представления об устранении нарушений закона. В результате прокурорского вмешательства орган местного самоуправления заключил с Ульяновским областным фондом защиты животных Флора и Лавра договор на осуществление отлова безнадзорных кошек и собак. Герои невидимого фронта Исполнилось 100 лет со дня рождения нашего земляка уроженца села Каранино Сенгелеевского района Петра Васильевича Севоднясева. Большая часть его боевого пути была связана с Прибалтикой. В 1940 году он начал здесь службу в пограничных войсках. Здесь он сражался в годы Великой Отечественной войны. А затем, уже после победы, ему пришлось вступить в борьбу за мирную жизнь и безопасность страны, теперь уже против скрывавшихся в лесах нацистских бандитских формирований, отличавшихся коварством и крайней жестокостью. О нашем земляке, солдате победы и воине невидимого фронта сегодня в нашей вечерней программе расскажет постоянный автор и ведущий наших военно-патриотических программ, заместитель председателя Совета ветеранов Управления Федеральной службы безопасности России по Ульяновской области, почетный сотрудник госбезопасности, полковник в отставке Анатолий Лихарев. О героическом подвиге пограничника из Тушны Федора Крайнова, погибшего в неравном бою с японскими самураями, жители Сенгелеевского района узнали из газет и по радио. Услышал об этом и восьмиклассник средней школы Сенгелеевского цемзавода Петя Сиводнясов. Он и раньше мечтал стать военным, а теперь его интересовало только граница. Но пограничником он стал лишь через четыре года. В августе 1940 года Сиводнясева вызвали в райвоенкомат и объявили о призыве на действительную военную службу в пограничные войска. Надо было укреплять наши западные границы. Только что в состав Советского Союза вошли Литва, Латвия, Эстония и приказом Наркома внутренних дел от 21 июля 1940 года создавался Прибалтийский пограничный округ. В приказе указывалось сформировать управление округа в городе Таллине и роту связи. Так Сиводнясев оказался в столице Эстонии. В роте связи, куда был направлен рядовой Сиводнясев, с первых дней началась напряженная учеба. Предстояло познать азбуку Морзе, телефон и телеграф. Трудолюбие и настойчивость. Хороший слух, обязательный для связиста. Меткая стрельба уже к новому 41 году вывели солдата в число отличников. Начались командировки по оказанию помощи связистам погранотрядов комендатур и застав. Оперативная обстановка в Эстонии была сложной. То и дело в штаб поступали информации из погранотрядов и комендатур о стычках с бандами лесных братьев. Сиводнясеву пришлось участвовать в операции по ликвидации банды в районе заставы Лонца. Метким огнем из винтовки он сумел сразить главаря. Это вызвало панику среди бандитов. Помогло их окружению и захвату. А в роте стали называть его снайпером. Я напоминаю вам о том, что полностью рассказ о нашем земляке, участнике Великой Отечественной войны, уроженце села Каранино, Сингелеевского района, Петре Сиводнясеве, вы услышите сегодня в нашей вечерней программе радио в 19 часов 20 минут. Говорим и пишем правильно. Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений, о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свежникова. Здравствуйте! Уже совсем скоро в Ульяновской области состоится традиционная легкоатлетическая эстафета. В этом году она пройдет в 78-й раз. Я желаю всем участникам хорошего настроения и успехов. А мы сегодня поговорим о том, как правильно писать и произносить сложное прилагательное «легкоатлетический». Начнем с того, что это слово пишется слитно. Два слова здесь соединяются буквой О, которая так и называется – соединительное. Ударение падает на И – легкоатлетический, и правильно произносить «легкоатлетический» через Е, а не через Ё. Несмотря на то, что олимпийский вид спорта называется легкой атлетикой. А теперь немного о правилах. Сложные имена прилагательные пишутся либо слитно, либо через дефис. В нашем случае «легкоатлетический» пишем слитно. Здесь соединительной буквой, как мы уже говорили, выступает буква О. Так вот, слитно пишутся сложные прилагательные, образованные на основе словосочетаний. Например, «легкоатлетический» – «легкоатлетика», «древнерусский» – «древняя Русь», «железнодорожный» – «железная дорога». Сложные прилагательные пишутся через дефис, если… Во-первых, они обозначают оттенки цветов. Например, «желто-оранжевый» – это цвет, поэтому «желто-оранжевый» пишется через дефис. Во-вторых, образованные от сложных существительных, которые пишутся через дефис. Например, «юго-восточный ветер» – образованные от существительного «юго-восток». И в-третьих, путем соединения равноправных слов, между которыми можно поставить союз «и». Например, «горько-соленый» – «горько-соленый» пишем через дефис. И на этом у меня на сегодня все. Всего вам доброго, до свидания! Готовимся к легкоатлетической эстафете! Вкусно и полезно! С вами Наталья Кузина и региональный центр общественного здоровья. Что такое правильное питание? Это, в первую очередь, сбалансированное питание. И белки, и жиры, и углеводы, витамины и микроэлементы. Выпечка, колбаса, избыток сладкого до хорошего не доведут. Дефицит фруктов и овощей, то есть недостаток клетчатки, губительно сказывается, например, на перистальтике кишечника. А еще нашему кишечнику очень нужны ферменты. Здоровая микрофлора – это залог крепкого иммунитета. Так как же помочь организму приобрести полезные ферменты? Слушаем Елену Денисову. Микроорганизмы, которые живут в кишечнике, активно помогают нашему организму в процессе пищеварения, обеспечивая освоение множества необходимых для здоровья нутриентов, таких как витамины группы В, витамин К. Другая важнейшая функция микрофлоры – это формирование иммунитета. Согласно новым исследованиям, для поддержания здоровой микробиомы нужно регулярно употреблять ферментированные продукты. Они помогут укрепить иммунитет, а также служат средством профилактики сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Ферментированные продукты получают в результате процесса микробной ферментации. Другими словами, они подвергаются воздействию различных бактерий, в результате чего получаются новые по вкусовым качествам и свойствам продукты. Процесс ферментирования известен с давних времен. Такие продукты характерны для культуры многих народов. Молоко под влиянием молочно-кислых бактерий превращают в йогурт, кефир. В русской национальной кухне тоже есть свои собственные доступные суперфуды – это квашеная капуста. Закваска должна проходить естественным путем, без добавления столового уксуса. При его добавлении процесс ферментации прекращается. Сейчас, когда свежая капуста продается едва ли не круглогодично, квасить ее можно не только в привычные сроки, то есть осенью, но и зимой, и весной. К примеру, квашеная капуста имеет ряд полезных свойств. Это идеальный продукт для нашей микрофлоры за счет обилия клетчатки, которые необходимы для размножения полезных бактерий. Также она является лидером по содержанию витамина С, а также микроэлементов – калия, марганца. Это особенно важно весной, когда других натуральных источников витамина С немного. Квашеная капуста – это низкокалорийный продукт, всего около 20 ккал в 100 г. Кроме того, капуста содержит большое количество клетчатки, которое является субстратом для размножения полезных лактобактерий. При этом, включая капусту в рацион, не забывайте следить за количеством соли, чтобы капуста не приедалась, а также для обогащения ее полезными нутриентами. Необходимо готовить ее разными способами. При квашене добавляйте морковь, клюкву, яблоки, ломтики свеклы, различные пряности, например, тмин. А уже при подаче на стол можно добавить репчатый или зеленый лук, укроп и немного рафинированного масла. Питайтесь правильно и будьте здоровы! У микрофона журналист Евгений Слюняев. Дом с биографией. В 1786 году по указу императрицы Екатерины II в Симбирске основано Главное народное училище. В 1790 году для него по проекту симбирского губернского архитектора Тоскани было построено новое двухэтажное каменное здание, которое сегодня имеет адрес улица Спасская, дом 18. Правда, в своем первоначальном виде здание отличалось от нынешнего наличием шестиколонного в два этажа портика, украшенного царской короной. В первое время в здании, кроме училища, размещалось еще несколько организаций и учреждений, в том числе дворянское собрание, губернская типография, приказ общественного презрения губернии и служебные квартиры. Так что непосредственно для самого училища свободными оставались лишь несколько комнат. 12 декабря 1809 года, в день рождения императора Александра I, народное училище было преобразовано в гимназию, как было записано в учредительном документе «Приготовительное учебное заведение для поступления в университет». С тех пор в истории Симбирско-Ульяновска это здание известно под названием «Здание Симбирской гимназии номер один». В 1839-1840 годах здание гимназии подверглось перестройке. Изначально новым проектом предусматривалось развитие центрального портика с колоннами, но комиссия проектов и смет Министерства внутренних дел Российской империи приняла решение убрать даже имевшиеся колонны. В 1864 году перед главным входом сделан небольшой тамбур. В 1883 году к зданию с восточной стороны был добавлен двухэтажный пристрой. В нем разместились актовый зал, классы с 4 по 7, физический кабинет и приемная комната. На всю обширную Симбирскую губернию до 1911 года была только одна мужская классическая гимназия. Как правило, в выпуске было не более 30 человек. Гимназии в Российской империи были семиклассными, со сроком обучения 8 лет, так как в последнем, седьмом классе гимназисты учились два года. С 1875 года гимназии стали восьмиклассными. Кроме того, был еще младший, приготовительный класс. Уровень преподавания в классической гимназии был очень высок. После ее окончания гимназисты получали право на поступление в любое высшее учебное заведение страны. Окончившие с медалями принимались в университеты вне конкурса, остальные по конкурсу аттестатов. Вместо поступления в университет можно было поступить на государственную службу, получая через определенное время классный чин. А выпускники-медалисты получали классный чин сразу. В свое время Симбирскую мужскую классическую гимназию окончили поэт Дмитрий Минаев, педагог, организатор народных школ, чувашский просветитель Иван Яковлев, революционер-народоволец Александр Ульянов. Его младший брат, революционер, крупный теоретик марксизма, организатор и руководитель Октябрьской социалистической революции и глава правительства первого в мире социалистического государства Владимир Ульянов. Кстати, Иван Яковлев, Александр Ульянов и Владимир Ульянов окончили Симбирскую гимназию с золотыми медалями. После Октябрьской социалистической революции 1917 года в России была проведена реформа школьного образования. В 1918 году состоялся последний 102-й выпуск первой Симбирской мужской гимназии, после чего в здании разместилась вторая Симбирская советская школа. В 1943 году здание было возвращено школе номер один, а в 1945 году ей присвоено имя Владимира Ленина. В настоящий момент в здании находятся начальная школа гимназии номер один и музей «Симбирская классическая гимназия», входящий в музейный комплекс государственного историко-мемориального музея-заповедника «Родина Ленина». Музей рассказывает об истории становления и развития среднего образования в Российской империи. Здесь с максимально возможной достоверностью воссозданы интерьеры классных комнат, актового зала, физического кабинета, шинельной комнаты. Здесь можно познакомиться с картами и физическими приборами того времени, посидеть за старинной гимназической партой, полистать учебники, по которым учились гимназисты, и даже попробовать написать сочинение на свободную тему. Спортивный клуб Как известно, решением конкурсной комиссии Министерства спорта Российской Федерации летняя Всероссийская универсиада 2022 года пройдет в нашей области. О подготовке региона к этим крупным соревнованиям рассказывает министр физической культуры и спорта Ульяновской области Рамиль Егоров. 2022 год в Ульяновской области объявлен годом студенческого спорта, и помимо насыщенной спортивной программы, один из главных вопросов – это укрепление материально-технической базы вузов, видов спорта, которые культивируются на базах этих учреждений, нормативно-право-регулированной системы студенческого спорта, и также один из проблемных вопросов – это укрепление роли студенческого спорта в системе подготовки спортивного резерва. Акцент на ближайшие годы в Российской Федерации будет на развитие детско-юношеского спорта и на развитие студенческого спорта. Основным и самым крупным мероприятием в Ульяновской области в год студенческого спорта станет 8-я всероссийская летняя универсиада по 6 видам спорта. То есть мы с вами примем порядка 2000 гостей и проведем по 6 видам спорта финалы. Также нам доверено проведение торжественной церемонии открытия и закрытия самой универсиады. Также Российским студенческим союзом предложено провести исполком в рамках дня торжественного открытия универсиады. В Ульяновской области приедет около 30 официальных экспертов. Это руководители самых крупных образовательных организаций высшего образования Российской Федерации, представители Министерства спорта России, руководители крупных спортивных федераций и студенческих спортивных лиг. Данное событие позволит нам перенять опыт развития студенческого спорта других регионов, провести встречи и переговоры по дальнейшему сотрудничеству с организациями и, конечно же, обсудить проведение крупных всероссийских мероприятий на территории Ульяновской области. В рамках универсиады будут задействованы следующие спортивные объекты региона. Первое – это муниципально-бюджетное учреждение «Орион». Там пройдут финалы по бадминтону. Дворец спорта «Волга» – спорт и арена. Там пройдут финалы по боксу, греко-римской борьбе с шахматом. Спортивная школа Олимпийского резерва примет соревнования по тхаквандо. Парки «Виновская роща» и «Дружба народов» примут соревнования по спортивному ориентированию. Торжественная церемония открытия-закрытия сейчас согласовывается и выбираем из двух вариантов. Это либо центральный стадион «Труд» имени Льва Ивановича Яшина, либо соборная площадь. Резервные объекты – это физкультурно-раздательный комплекс «Фаворит», физкультурно-раздательный комплекс «Новое поколение». Все объекты у нас сертифицированы, входят во Всероссийский реестр объектов спорта Министерства спорта Российской Федерации. К нам прибудет комиссия Федерального центра подготовки спортивного резерва для осмотра объектов, встречи со спортивными федерациями. В настоящий момент объекты находятся в состоянии полной готовности. Составлены перечень необходимого инвентаря и оборудования для закупки с целью проведения финалов соревнований на достойном уровне, а также для улучшения материально-технической базы спортивных организаций. Также мы хотели бы запустить проект «Наследие», чтобы по итогам универсиады оборудование, которое будет закуплено, осталось либо на базах высших учебных заведений для развития этих видов спорта, либо передано в профильные спортивные школы, либо в Федерации. Поэтому сейчас проект находится на согласовании Министерства финансов, по итогу, чтобы мы согласовали сумму, и, соответственно, мы сделаем такой проект «Наследие». В ходе визита в Ульяновск советник министра спорта Российской Федерации, вице-президент Российского студенческого спортивного союза, Ольховский Роман Михайлович, также объехал все объекты, дал свои заключения. Некоторые корректировки при подготовке самой универсиады мы учтем и все реализуем. В Ульяновском областном краеведческом музее в настоящее время работает выставка под названием «Каменная летопись Симбирска. Сокровища фондов и новые поступления». Рассказать о ней я прошу заведующего сектором палеонтологии отдела природы Ульяновского областного краеведческого музея Станислава Стрюкова. Эта выставка посвящена двум большим естественным коллекциям нашего музея. Это геологическая, которая включает минералы, горные породы, и палеонтологическая, которая включает в себя остатки древних организмов, растений, животных, их жизнедеятельности и многое другое. И в большом вот этом фойе, в краеведческом музее, в этих 15 витринах размещены как раз предметы из этих коллекций. Ровно половина посвящена геологии и половина палеонтологии. Наш музей достаточно с богатой такой историей. В его фондах находится очень много разных коллекций, в том числе, например, знаменитых геологов, таких как Петр Михайлович Языков, которым посвящена отдельная витрина. Часть его богатая коллекция хранится у нас, часть в Горном институте. Например, Константин Андреевич Кабанов, тоже известный палеонтолог, геолог, с такой непростой судьбой. Он не сразу был геологом, но волей судьбы стал заниматься тем, что собирал гипсы для наглядных пособий для школ и университетов СССР. И ему это очень приглянулось, и он начал хорошо делать все, интересно было. И вот, собственно говоря, стал таким большим специалистом, к которому приезжали со всей его союза за консультацией палеонтологи и геологи. Или же, например, отдельная большая витрина посвящена коллекции Сергея Емельяновича Бирюкова, известного учителя географии, который тоже собирал коллекционные материалы. И его ученики в дальнейшем ему присылали много разных образцов геологии, минералогии. И вот самая большая витрина посвящена его коллекциям. И там размещены разные минералы по степени их использования. То есть не все же камни используются как подделочный материал, например, или для украшения. Некоторые используются, например, в радиотехнике. Или, например, слюда используются, например, для счетчиков Гейгера. То есть такие вот интересные вещи можно будет увидеть, посмотреть. А палеонтологическая часть посвящена животным из Азойской эры в основном. Фонды как формировались первым поступлением нашего музея. Разные животные разных эпох совершенно. Это и Дивонский, Карбонный, Юра, Мел. То есть там будет на что тоже посмотреть. Отдельные витрины посвящены голотипам, то есть первоописанным животным. У каждого животного, которое описывает, есть голотип, первоописанный образец. И в фондах нашего музея хранится порядка 10 таких голотипов. Это и рептилии морские, мезозойские. Это и аммониты, раковин аммонитов. И также моллюски, небольшие брахиоподы. Их, к сожалению, посмотреть на выставки не получится. По ним будут отдельно материалы выходить, сопроводительные для этой выставки. Зато вот на крупные образцы можно как раз посмотреть в этих витринах. И отдельно несколько витрин посвящены четвертичным животным. Это мамонты, носороги, бизоны. Это крупные достаточно животные. И кости их тоже там массивные, внушающие такие. Можно понять, каких они размеров были. Отдельно витрина посвящена еще растительным остаткам разных организмов. То есть там древесина, отпечатки листьев. Вот несколько разных образцов можно будет посмотреть интересно. Вы слушаете утреннюю программу радио государственной телерадиокомпании «Волга». Я, журналист Евгений Слюняев, желаю вам крепкого здоровья и хорошего настроения. Всего вам самого доброго. До новых встреч. У микрофона Андрей Костяев. Здравствуйте. 5 апреля родились такие талантливые люди. Герберт фон Краян, выдающийся австрийский дирижер, оставил после себя одну из самых обширных дискографий. Работал с берлинским филармоническим оркестром на протяжении 35 лет. Альберт Шальполь Мари Руссель, французский композитор, необычные судьбы человек. Он считает, что культ духовной ценности – основа всякого общества, претендующего на цивилизованность. А среди других искусств – музыка, наиболее чуткая и возвышенное выражение этих ценностей. Людвиг Шпор, немецкий композитор, скрипач, дирижер, педагог, основатель скрипичной школы. Вокалист Тони Уильямс. Чингис Садыхов, пианист, народный артист Азербайджана. Дирижер, педагог, народный артист Российской Федерации Валерий Михальченко. Вокалистка шведской группы «Абба» Агнета Фельдскок. Автор и исполнитель песен в жанре «Русский шансон» Екатерина Голицына. Я не играю чужие роли, чужие песни не стану петь. И осуждать меня не стоит, ведь я такая, какая есть. Бессовестно красивая, бессовестно влюбленная, бессовестно счастливая, мечтами окрыленная. Также этот день в мировой и отечественной музыке отметился такими знаковыми событиями. В 1874 году в Вене прошла премьера оперы Иоганна Штрауса «Летучая мышь». В 1905 году в знак протеста против исключения из Петербургской консерватории студентов-забастовщиков композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков отказался от звания почетного члена Русского музыкального общества. В 1923 году в США в городе Ричмонд приольский джазовый оркестр короля Оливера записал два блюза – «Блюз улицы», «Канальный» и «Блюзовый перезвон». В 1954 году начинающий певец Элвис Пресли записал свой первый хит «Все в порядке, мама». Записанная в качестве подарка для матери Элвиса песня теперь известна без исключения всему миру. В 1971 году Роллинг Стоунс образовали собственную фирму грамзаписи Роллинг Стоунс Рекордс. В 1978 году в Бирмингеме состоялся первый концерт группы «Дюран Дюран». В 1989 году состоялось первое публичное выступление женского Вивальди Оркестра под управлением скрипачки. И дирижеры Светланы Безродной. Оркестр состоял только из клавесистки и исполнительниц, играющих на смочковых инструментах. В 1998 году в столице Шотландии в присутствии 9 тысяч зрителей состоялся первый концерт группы «Спайз Йорлз». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok